Корректировок в реформах хотят и педагоги. Финансовые перемены учителя уже ощутили. Поэтому и выходят на акции протеста с требованием все правильно пересчитать и, наконец, честно поделить. Школьная арифметика от чиновников у Инны Томиной. Так, на мирной демонстрации вчера столичные учителя требовали не урезать им зарплаты. По данным профсоюзов, акция собрала около 10 тысяч человек. Работники образования уверены, есть риск сокращения педагогов или уменьшения зарплаты. Елена Рыбалка в системе образования работает уже свыше 10 лет. Вчера активно принимала участие в митинге. Говорит, денег для отрасли в следующем году предусмотрели намного меньше. У нас есть дырка в бюджете в 1 миллиард 200 миллионов гривен на наступный учебный год. Это означает, что будут або знищения, в данном случае, надбавки, которые получают работники обучения, або будут сокращены кадры. В эквиваленте 1,2 миллиарда – это або сокращение 7 тысяч осветян, або с каждого выхователя, вчителя, выкладача, навчальных закладов города Киева, будет снято 40% до посадового оклада. Педагоги уверяют, ситуация плачевная не только для столицы. Со следующего года доплат рискуют лишиться и в других крупных городах – Харькове, Львове, Одессе, Днепре. Ведь теперь субвенции рассчитывают по новой формуле, которую к украинским реалиям посоветовали применить польские эксперты. Ян Герчинский, который был одним из модераторов этой группы, он предложил польскую модель. Но в Польше оплата работы учителя от 1000 до 1500 долларов, что в 10 раз выше, чем в Украине. Кроме возможных проблем с финансированием, работники образования с опаской ждут последствий образовательной реформы. Но качественно заработать новые правила могут только при должном финансировании. Иначе любые эксперименты обречены на провал, уверены педагоги. А свои небольшие, но не лишние доплаты готовы отстаивать. Поэтому, если надбавки не вернут, обещают бастовать и судиться. Инна Томина, Виталий Коваленко. Подробности. Телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok